Сколько ты лет служил, вы говорите? 40 лет! Аплодисменты, товарищи! Понимаете, есть хороший автор, Артём Драбкин, который писал, как всё было на самом деле. Ведь самолёты Ил-2, у него был, конечно, броневой корпус, где сидел лётчик и двигатель, но, извиняюсь, задница у него была сделана из фанеры. Акрылья на них, как смотрят, были сделаны из перкали. И они воевали, сначала они летали по картам, а потом они летали по самолётам, которые летят в маршруту следователя, Ил-2. За 25 боевых вылетов лётчику давали герой Советского Союза. За 25 боевых вылетов. Ну, там, сами знаете, всё зависит от начальника, который... У меня был один знакомый лётчик, он говорил, что у меня командир полка сказал, что пока я герой не получу, все остальные отдыхают. Вот, и... Ну, и так далее. Вот про подва... Миш-миш, один говорил так, он был героем Союза, один говорил, то есть, и вот дозы были до героя второго, а тут война кончилась. Да. На подва, например, летели, пар летел, сбили одного. Убили лётчика, штурман живой остался. Второй сил. А куда его сажать? Значит, из задней кабины вылез этот самый штурман. Он был в кожаном пальто, пристегнулся к расщалкам, стоя спиной. Посадили раненого, того, в второй кабину, взлетели и улетели. Вот такая война. Штурмовали, задачу надо было выполнить. Надо было не выпендриваться, как немцы, сбивать там самолёты. А нужно было штурмовать. Они прилетали, когда конницу штурмовали, у них винты были в крови. Винты были в крови. Привёз он, кусок, задача поставили, штурмонуть бронепоезд. Он привёз кусок трубы бронепоеза в плоскости. Правильно. Потому что вы сами знаете, мы же как воевали. У нас была задача выполнить. А что ты при этом чувствуешь, чем ты будешь питаться, как Каренда Рибердеев, спецназ? Говорит, когда смотрел фотографии американских спецназов, там у них коврики, палаточки, ботинки. Говорит, ёпка, пипифаксы. У нас, говорит, был мешок с боеприпасами, и вот только еды. И всё. Зато все живые. Вот сидит, вот, 83-го СПР. Дмитрий Лютый, аплодисменты. В конце 23-го года, в одной столовой сидят истребители и штурмовики. Обедают лётчики-офицеры. Заходит командир полка штурмового, со штурма разворачивает плакат. Истребители, вы трусы, подлецы. И сворачивает. Командир полка встает истребители и говорит, так, вперёд нас оскорбили. Вылетают, сбили шесть немцев, к сожалению, девять наши потеряли. Вот так было в настоящей войне. А у них задача была, чтобы, не важно, сколько вы соберете немцев, главное, чтобы своих не сбили. Ну ладно, я про лётчиков спою, Николаевич, извини. Я, как Титерев, последнюю крайнюю песню. Мы поднимались в небо первым методом. На носках, тросах и пергали. Летел над пыльными дорогами. Звук деревянного винта. Матчасть лихая и фанерная, которые мы пронзали далеки. Без парашюта и сомнений нет, что лучший праздник высота. А бронеспинки пулей цокали. Из-под капота било пламя. И мессер, выскочив из облака, очередями колотил. А мы, держась зубами в воздухе, рубили им хвосты лентами. Шабручку кистью побелевшую. Прощай, Россия, и прости. Нам ведь почести громких не надо. Нам бы просто меж встреч и разлук. Чтоб количество наших посадок, наших взлетов равнялось числу. Чтоб количество наших посадок, наших взлетов равнялось числу. И над лесами, над корейстями. И над пустынями Афгана. Над отьянскими просторами. И суетою городов сквозь грозы и дела житей стерея. Ведем свои аэропланы. Судьбы полетные задания. В ночь выполняем. Вот и то. Ах, какие судьбы перелетные. Где в высоте сдаем экзамен. И каждый раз билеты новые. В них жизнь и смерть переплелись. А наши души самолетные. Летают между облаками. Ну нет, никак не получается. Хоть как-нибудь спуститься вниз. Нам ведь пучесть и громких не надо. Нам ведь просто меж встреч и разлук. Чтоб количество наших посадок, наших взлетов равнялось числу. Чтоб количество наших посадок, наших взлетов равнялось числу. Все.